В марте или где-то там весной ей сдали временную коронку, уже постоянную коронку протезировали, и в августе у нее уже, то есть вот как раз эти 6 месяцев, да, длилась эта резорпция, и она привела вот к такому воспалению. Но дефект очень, самое главное, что у нее по всей видимости вообще запас своих тканей неплохой был, потому что у нее везде хороший биотип, она мне сейчас принесла томография, она хочет, чтобы я ей заимплантировала нижнюю челюсть, там боковые участки у нее адентия, у нее хороший такой, видно, что у нее строение кости само благодатное для имплантации, у нее хороший толстый гребень, хорошая десна везде, то есть у нее такого нету, знаете, как-то мечтаю имплантолога. То есть, ну, не знаю уж, с чем я просто могу сказать, что уровень ортопедической реставрации мне очень нравится у нее, у нее красивая, хорошо сделанная работа, да, по всем критериям. А вот что произошло с хирургией, ну, ужасно ее жалко, потому что она заплатила за это, в общем-то, немало денег, и через год буквально оказалось, что еще надо теперь всякие мероприятия проходить, потому что это, конечно, все-таки болезнь. Ну, она просто сказала, что она больше не пойдет в эту клинику, и все. Она попала уже просто на консультацию через знакомых к другому доктору, доктор этот, он мой одногруппник бывший, и он со мной работает. И он ее отправил ко мне, зная, что, как бы, я просто занимаюсь этими пациентами. Какие объяснили причины? Ну, я сказала, что, наверное, где-то произошла какая-то убыль кости, связанная с хирургической травмой, что у всех все ведет... Ну, понимаете, есть же этика. Я никогда не рассказываю, что вам сделали плохо или неправильно, потому что вы должны всегда помнить, что есть другой доктор, который где-то когда-то осудит вашу работу. Да, это не нужно просто делать. Пусть это останется на совести, тем более, что мы достоверно не знаем, как протекала операция, почему такое произошло. Я не могу вам сказать. У пациентки, которая показывала эсотрофии, вот, да, с чистой, которая, вот, первый, как бы, был клинический случай, у нее ситуация конкретно, ей поставили заведомо, эстетически неправильно спланированно. У нее не было там костной ткани, у нее не было там десны. Это видно и по другим, да, и работам в ее полости рта. Я теперь, правда, с ужасом думаю, что мне делать с этим боковым участком, и откуда мне что там взять, потому что там ничего нет. И там из воздуха, там почти пять с половиной миллиметров нужно вырастить, чтобы... И ночек тоже мне неизвестно. Без зубов она ходить не может. Но десну надо опустить вниз. Но я буду что-то с ней придумывать, но я пока еще даже не предполагаю, как именно. Ну, поделюсь. А вот у пациента, где ноги 13 миллиметров, вы граф там, да, закрыли имплант, а мембрану вы не укладывали? Нет, а зачем? Вот я, когда рассказывала этот клинический случай, я сказала о том, что дефект включенный, миграции костного имплантата там не будет, потому что там мешок. Да, вот такой, по сути, как бы, дефект. Он плотно лег, он никуда не денется, этот граф. Сверху он закрыт трансплантатом. Создавать дополнительный гемобарьер для, да, весь мембраны, чтобы у нас... У нас сверху мне надо положить трансплантат. Поэтому с точки зрения питания тканей это не нужно было. Вы имеете в виду, что страшно, что контактирует трансплантат с костью открытый? Это просто за последние 20 с лишним лет, когда с момента, когда первый раз на Берлинском симпозиуме по стологии было произнесено слово НТР, мы очень все привыкли просто к тому, что любой костный трансплантат надо закрывать мембраной. И существует миф. Видите, почему-то в России направленная тканевая регенерация неправильно воспринимается очень многими докторами и коллегами. Слово направленное в данном случае говорит о том, что она препятствует смещению костного трансплантата, это раз, и она направлена в определенную сторону. Вверх, вниз, вбок и так далее. В какую-то определенную сторону. Она именно направлена и ограничена мембраной. Я, например, давно слышу мнение расхожее какое-то все время, все спрашивают, вот вы не покрыли мембраной, туда растет эпителий. У нас считается почему-то, что мембрана это как преграда от роста эпителия. И почему, кто это вообще сказал, и где это, кто это прочитал самое главное. Для меня вот это все время загадка. Что откуда, откуда там эпителий, куда он может врасти. Ну, на самом деле, да, не знаю, если там есть костный дефект. Я всегда считаю, что необходимость применения мембраны диктует класс дефекта костного. Если у вас костный дефект таков, что белый имплантат костный не сместится, то применение ее не будет. Или что мы не уверены, что совместим шоу настолько, что где-то... У меня не бывает таких операций. Для этого учите мембраны и для этого используйте. Если вы не уверены в том, что вы можете ушить первичным натяжением, не надо никого оперировать просто. Надо научиться шить так, чтобы вы все могли ушить первичным натяжением. Расхождение швов и заживление вторичным натяжением является осложнением оперативного решательства. И никто этого не отменял. И что оно вот само где-то там заэпитализируется, это неправильно. Ну да, я лично тоже... Ну, поэтому какие-то малые парадонтальные дефекты далеко не всегда. Конечно, когда мы, например, ставим тентовый винт, да, наносим и вносим белый имплантат костный, мы никак без мембраны никуда не денемся. Тут для фиксации мембраны иногда пользуюсь. Твердую мозговую оболочку пинами неудобно фиксировать. Она отваливается, они, потому что она очень толстая для них. Нужна тоньше для них мембрана. Вот. У меня есть, но я что-то как-то... Я в основном ее подшиваю и винтами для остеосинтеза короткими прикручиваю. В основном, вот если говорить о каком-то таком металлическом... Да, завтра мы поговорим об этом с вами. А завтра какая тема? А у нас завтра все космопластические мероприятия. Гребень порасщепляем, посмотрим, да, как бы особенности все, как сегодняшняя модификация вот этого расщепления гребнем, как гена претерпела тоже... Вся работа с аллогенным материалом у нас. Да.